Дорогие коллеги, здравствуйте. Сергей Павлович Дягилев, знаменитый организатор русских сезонов Парижа, основатель общества «Мир искусства», видный художественный критик, в начале творческой деятельности был увлечен живописью Финляндии. Вторая статья, которую он написал в своей жизни, была посвящена творчеству Альберта Эдельфельда. Финляндский художник Эдельфельд, 1896 год, так называлась эта статья. Дягилев открыл миру искусства России. По словам Александра Пиноа, он обожал Россию до какого-то фанатизма, но дягилевское чувство любви к родине созрело и окрепло не без влияния финнов. Отношение финских художников к своей земле потрясло 22-летнего критика впервые познакомившимися с их живописью в 1896 году на выставке в Нижнем Новгороде. А Дягилев сейчас написаны сотни книг. Дружеские творческие контакты с финскими художниками также становились предметом изучения как в России, так и Финляндии. В нашем докладе мы рассмотрим образ Финляндии в его статьях и ту роль, которую сыграла финская живопись в формировании основных идей молодого Дягилева, его художественную критику, ставшую своеобразной программой в русско-финских культурных отношениях и начала XX века и конца. Это действительно своеобразная программа, которая распространилась на весь XX век. Неразбывавший в Финляндии Дягилев восторгался не только северной природой, точнее не столько северной природой, сколько тем, как ее изображали финские художники на своих картинах, тем, как живо передан серый финляндский денек, как блестяще показаны снеговые эффекты и именно прозрачной поэтической свежестью и искренним культом природы в единении с людьми, пишет Дягилев, Эдельфельд обратил на себя внимание зрителей. По мнению критикам, живя полжизни в Гельсенфорсе, полжизни в Париже, Эдельфельд сумел, не утрачивая национального характера, соединить в себе оригинальные черты своей страны с чисто французским блеском. Будучи академическим реалистом, Альберт Эдельфельд не отказывался принимать участие в выставках мира искусства молодых художников России, публиковал репродукции своих работ в Дягилевском журнале, а в 1897 году побывал в гостях у Дягилева в Петербурге. И Эдельфельд привлек к участию в выставках, организуемых Дягилевым многих финнов, и помог убедить обидчивого Акселя Галенкалена выставляться в России. С творчеством Акселя Галенкалена С творчеством Акселя Галенкалена Дягилев также познакомился на выставке в Нижнем Новгороде в 1896 году, а через год увидел его картины на выставке финляндских художников в Гельсенфорсе и был потрясен. Финлянцы удивительны. Двое-трое молодых великолепны по изяществу и тонкости. Бойтесь конкурировать с ними и старайтесь затмить их. Пишет он Александру Бенуа в октябре 1898 года, имея в виду творчество Акселя Галенкалена и Эра Ярнфельда. Вот, простите, что-то у меня с техникой. Так, сейчас момент. Эра Ярнфельда, известного нам как брата писателя Арвида Ярнфельда, сына Александра Ярнфельда и Елизавета Клодфон-Юргенсбург, принадлежащая знаменитому клану Клоддов. Тогда же, в 1897 году, Дягилев пригласил финнов участвовать в знаменитой выставке русских и финляндских художников, которая открылась в январе 1898 года и дала начало обществу в мир искусства. Владимир Васильевич Стасов с роковыми следами усталости и глубокой беспощадной старости, по словам Дягилева, неистоствовал. Выставка была раскритикована, и Акселя Галенкалила с его сюжетами на темы Калевалы был неспровергнут. Дягилев, будучи моложе Стасова на 50 лет, с величайшим тактом, но в то же время с юношеской дерзостью дал отповедь великому критику, защищая финского художника. 29 января 1898 года Дягилев послал открытое письмо Стасову, которое, однако, осталось закрытым, ибо газеты не осмелились его напечатать. Припомните, кто раньше вас проклял этих бедных, ни в чем не повинных художников. Вспомните грозные слова этих обличителей и редиков в искусстве, которые зуморовали в Рубеле и предали позорному осмеянию Галенкалила. И вы ужаснетесь, преды кого вы записались, с кем вы мирно и дружно идете рука об руку, писал Дягилев Стасову. Заранее прося у него прощения. Но толкач и тормоз по меткому выражению гнедича русского искусства Владимир Стасов не простил Дягилеву этого письма и, самое главное, слов о беспощадной старости. Обиднее всего, что пресса испугалась жареного материала, лишив русскую публику возможности следить за полемикой двух гигантов. Письмо осталось в архиве и Галин Калила не отомщен. Но финны отблагодарили объединителя художественных сил России и Финляндии Дягилева, устроив его честь прием с концертом Роберта Каянуса, когда Дягилев вместе с Дмитрием Философом и Львом Бахском приехал на открытие очередной выставки финских художников уже в октябре 1898 года. Он выступил с приветственной речью и сказал, что русским художникам есть чему учиться у финнов и искусство обеих стран должно развиваться вместе. Дягилев посвятил этой выставке отдельную статью, выставка Гельсенфорси, где обратил внимание на интерес финского народа к своим художникам, интерес вызываемый не только в среде самих художников, но и среди публики, совершенно непричастных к художественному миру. Нам было бы полезно поучиться у финнов их солидарности и любви к своему национальному искусству, писал Дягилев. Его восхитило, что благодаря поддержке правительства молодые художники целой зимы проводят в Париже, Италии, знают музеи Флоренции и мастерские Парижа. Но французская и флорентийская школы, по мнению критика, не оставляют следа на оригинальные техники финских художников. И совсем не касаются того, что называется патриотизмом. Сила живописца Финляндии, считает Дягилев, заключается в их врожденной любви к своему суровому народному типу, в трогательном отношении к своей бескрасочной природе и, наконец, в восторженном пульте финских сказаний. Речь идет о цикле картин Акселя Галин Калила на темы Каливла. Одну из них мы сейчас видим. Уход на войну. Дягилев не восхищался в духе романского XIX века гордостью и суровостью финнов, но он был в восторге от востребованности художника этим суровым народом, от некоего мистического единства финского художника и финского общества. Вот этого единства не хватало Дягилеву в России, и он призывал русских художников объединиться с народом и обратиться именно своим национальным истокам. Дягилев прекрасно осознавал, что народность можно понимать по-разному. Он как раз делает на этом акцент, считая, что тот же народнический элемент, который так долго тормозил нашу живопись, помог им окрепнуть и встать на ноги. Это случилось потому, что они вникли в дух своего народа, они просто грубо фотографически относились к его неприглядным сторонам. Дягилев имеет в виду творчество поздних передвижников, которые действительно прошелбали слезу у зрителей, но сами художники роскошно жили и, в общем-то, не очень-то вникали действительно в дух национальный. Ставя в пример финнов, Дягилев призывал художников показывать истинную поэзию и величие русского народа и радовался за наметившийся поворот в русской живописи к сознанию национальной силы. Дягилев мечтал и делал все возможное, чтобы русская и финская живопись развивались вместе. Он сразу отделил финскую живопись от скандинавской, отнесся к ней с большей симпатией и интересом. Финляндская живопись не похожа на скандинавскую, в ней нет наивности Норвегии, простоты Дании и лоска Швеции. Она не похожа и на русскую живопись, но мне думается, что единение этих двух искусств могло бы привести к тем результатам, которых и мы, и они так желаем. Соединив силу нашей национальности с высокой культурой наших ближайших соседей, мы могли бы заложить основания для нового расцвета и для совместного и близкого шествия нашего на Запад. Шествие началось уже в 1899 году, когда вышел первый номер журнала «Мир искусства», редактируемый Дягилевым с репродукциями картин Альберта Эдельфельта и Акселя Галину. Открылась новая международная выставка под таким же названием и произошел очередной скандал из-за Акселя Галин-Каллина. На сей раз Дягилев защищал финского живописца от Ильи Репина, чуть повзрослевший. Дягилев пишет Репину открытое письмо, которое публикует в 10-м номере своего журнала «Мир искусства». Вы без запинки обзывали идеи Галлина предом сумасшедшего, а его искусство каракулями дикаря. Поверьте, подвиг ваш невелик, теперь нет легче задачи как кидать грязью во всех этих Сомовых и Галлинах. Нет задачи более благородной. Вы, конечно, вплетете в себе новые листы в ваш увидавший было венок. За развенчание Маковского и Верещагина не аплодируют. Вы это отлично знаете. Мог ли тогда Репин даже предположить, что ему будет суждено провести остаток жизни и умереть в Финляндии, а Галлин Каллина станет его другом. Что же привлекало Дягель во творчестве Акселя Галлин Каллина? За какие ценности в произведениях Фина он бесконечно шел на бой с самыми знаменитыми деятелями русского искусства? На эти вопросы критик ответил сам в заметке о финляндском художественном отделе на всемирной выставке в Париже в 1900 году. Главным, конечно, для Дягелева был бесспорный талант Галлин Каллина, умение художника передать родную природу и увидеть поэзию в однотонном будничном северном пейзаже. Но Дягелев был не рад тому, что финны в Париже пожелали выставить свои произведения отдельно от русских в отдельном павильоне. И Дягелев не переставал мечтать о совместном шествии на Запад и даже мимо Запада. По мнению Дягелева, северные художники, чувствующие природу, они менее всего космополитичны. В застенчивости северных людей, пишет Дягелев, и кроется та причина, что самые близкие к природе, те, кто дороже, кто интереснее по нежности своего чувствования, все те прошли и проходят мимо Запада. Творчество Галин Калила, по мнению Дягелева, тоже стоит в стороне от космополитичных течений Запада. Критик называет Галин Калила сыном своей народности, своей природы, своего эпоса. В статье несколько слов о Малютине, Дягелев сравнивает двух художников Калин Калила и Малютина и надеется, что искусство будущего, искусство севера со всей неисчерпаемой красотой его народа будет иметь свои законы и свою логику, что возникнет новое северное возрождение с новой эстетикой. И у Финляндии, по мнению Дягелева, все в будущем очень близко и много обещающим будущим. Дягелев постоянно призывал русских художников использовать в своем творчестве народные традиции, быть верными своему национальному духу и не отставать в этом от финнов. И каждый раз, приезжая из Финляндии, после посещения ежегодных выставок, Дягелев подхлестывал русских художников и рассказывал, что, несмотря ни на какие бытовые условия, финлянцы живут интенсивной здоровой художественной жизнью. Нам, пишет Дягелев, гигантам, по сравнению с крошечной северной страной, делается неловко за нашу спячку и за мертвенность нашей художественной жизни. Однако, совместного шествия ни на запад, ни мимо запада не получилось. Не соглашаясь с политикой царского самодержавия, фельдские художники перестали участвовать в выставках мира искусства. А Дягелев начал готовить знаменитые русские сезоны, привлекая к воплощению своих замыслов блистательные русские таланты, мгновенно очнувшиеся от спячки и мертвенности художественной жизни. Перед Дягелевым стояла великая цель показать русское искусство миру, и он даже не видел санафинов за отказ участвовать в совместных выставках. Но, готовя русские сезоны, он всегда вспоминал сезоны финские, показавшие ему, каким результатом может привести единение художника с драгоценнейшими особенностями своей страны. И во многом благодаря деятельности Дягелева русские художники, обратившись в своем творчестве к истокам родной истории, легендарные и реальные, создали те шедевры, которые покорили Европу в начале 20 века. Ирина Григорьевна, есть ли вопросы? А известна реакция самих финнов на такой интерес Дягелева к их искусству? Ирина Григорьевна, да, конечно, они знали и есть дневники, воспоминания. Как они сами относились к этому? Конечно, хорошо. То есть, безусловно, видите, как они его встречали, они устраивали ему приемы, когда он приезжал, они участвовали в выставках, и потом мир искусства, знаменитый мир искусства, это ничто иное, как единая выставка русских и финских художников. Отсюда началась история общества мир искусства. И затем, когда уже в лихолетие после того, как вышел манифест финских 905-го года, тем не менее, Дягелев словно демонстрировал свое несогласие с политикой царской по отношению Финляндии и постоянно публиковал картины, репродукции картин финских художников в журнале «Мир искусства» во всех подборках. Словом, у них были действительно крепкие отношения, это этап в наших отношениях, причем это не просто исторический этап, это была программа отношений литературных и культурных художественных, литературных, культурных отношениях на весь XX век. То есть, какова бы ни была политика, в творчестве можно найти очень много общих точек соприкосновения, в том числе и благодаря Дягилеву и его этим страстным статьям, его защите финских художников от, скажем, от Стасова, от Репина. Но хотя, видите, в истории получилось так, что Репин потом сам стал другом финнов, даже жил в Финляндии. Это все было очень интересно. Продолжение следует...